Привет, дорогие друзья! Это новый Федери Влог, который гарантированно разорвет вам мозг. Просто делайте. Вот вам откуда деньги. Погнули, платят. Покрасили, платят. Около 130 миллионов. Микс ресторана, Голливуда. Это важно для каждой компании. Сегодняшний выпуск мы посвящаем полностью одному секретному чемпиону. Его зовут Петро Пылыпюк. И это предприниматель, который просто поразит вас. Потому что он основал компанию Modern Expo. Я думаю, что вы не слышали о ней. Потому что это компания из города Луцк, которая работает на таком скучном рынке, как торговое оборудование. Но это компания, которая уже продает свои товары на 65 мировых рынков. Несмотря на то, что была основана в Луцком гараже. И изначально была мастерской по порезке стекол. А? Смотрим! Мы приехали в город Луцк. Это 400 километров от Киева. Это очень недалеко от польской границы. Здесь солнце, холодно и Петро. Петро. Петро, привет тебя. Привет, Андрей. Раден видеть тебя. У меня до тебя есть одно почти политическое прохание. Оскільки Федерий Влог смотрится много людей из Казахстана, Беларуси, Молдовы, других стран СНД и по всему миру. Поэтому, если мы можем, давайте перейдем на российскую. С поваги до великого количества наших слушателей, если это возможно. Конечно, это возможно. Мы всегда переходим на язык наших слушателей, а самое главное – наших друзей. Я понимаю, что ModernExpo – самое большое предприятие в области. Если по средней заработной плате, то да. Если говорить по количеству работников, которые работают в нашей компании, то мы вторые. Ну, а если говорить по самым большим целям, то мы компания номер один. Что ты чувствуешь, когда ты видишь такую кучу машин, которые на самом деле в основном твои сотрудники? Я очень хорошо помню, когда мы купили этот завод. Он был в ужасном состоянии и был маленький-маленький паркинг. И когда первое дело, что мы начали здесь осваивать этот завод, делать ремонты, мы решили делать паркинг. И когда вот планировали сколько, ну, я сказал там, вот так, много. Мои сотрудники говорят, слушай, сейчас вообще на машине ездишь ты и твой зам, зачем нам такой паркинг? Я говорю, наступит момент, когда этого паркинга нам будет мало. И мы на самом деле уже в три или четыре итерации, когда мы его расширили. Это значит о том, что люди получают хорошую зарплату, они любят приезжать на работу на машине, и это круто. Добрый день. Добрый день. О, мы сегодня на этапе ребрендинга. Мы реально сменили свое позиционирование. Оно звучит буквально так. We create retail new. На сью секунду, если тебе нужно в двух минутах представить компанию Modern Expo. Modern Expo – это компания номер один в Центральной Восточной Европе, поставщик комплексных решений для ритейла. От идеи до полной реализации магазин под ключ вы можете получить очень короткий период времени. Малая часть того, что здесь производится, это все, что можно увидеть в разных магазинах, супермаркетах, гипермаркетах, DIY форматах и даже в магазине Резетто. Если скажу, что у нас очень широкий ассортимент, это ничего не сказать, это больше полмиллиона, под миллион разных артикулов мы производим. Миллион. Да, миллион. Сейчас мы проходим офис, где создаются реально новые, уникальные, кастомизированные продукты. В чем наша уникальность? Наверное, мы одни из немногих в Европе, у кого есть такой большой R&D-центр, где работает порядка 150 инженеров, где-то 25 дизайнеров, которые каждый день создают сотни новых продуктов. И продукты, которые получаются реально крутые, и подтверждение этому, продаются они в 65 стран мира. Ну, последняя реализация от Мексика. И нас пригласили на проект в Японию. В Японию, точно. Как ты вообще понял, что ты предприниматель и хочешь заниматься бизнесом? Совершенно случайно. Я, будучи студентом пединститута, на первом курсе, я впервые увидел, что люди готовы платить больше за товар, который сложно купить. Тогда была кризис сигарет. И их продавали нелегально цыгане. И то, что стоило 40 копеек, они продавали за 3 рубля. Я совершенно случайно обратил на это внимание, когда я приехал к своим родителям домой и в нашем провинциональном селе. Эти сигареты, которые продавали цыгане по 3 рубля, можно было купить за 40 копеек. Я все, что можно было купить, купил, привез и в общежитии продал по 2 рубля. В общем-то, в общем, дело бы там дешевле. И оказалось, что это работает. Я быстро заработал себе буквально за один день месячную стипендию и понял, что слушай, я могу зарабатывать деньги. В конце, когда я уже закончил институт, у меня была дилемма. Либо идти по назначению, работать учителем. Но тогда по тем временам зарплата учителя была в районе 10 долларов. А я уже снимал квартиру на то время 25 долларов. Я понимал, что карьера учителя не обеспечит мне элементарный, скажем, уровень жизни. Я решил заняться бизнесом. После студенческой скамьи нужно было зарабатывать чем-то на жизнь. Это был 93-й год. Мы начали с моими друзьями, еще было 2 партнера. Мы начали возить продукты питания в Польше, на Киев. И отдавать на реализацию новым торговым организациям, которые только-только начинали появляться какие-то современные магазинчики. Мне тогда было несколько функций. Я должен был решить вопрос закупки, транспортировки и реализации. Всего лишь. Всего лишь, да. И один прекрасный момент. Случилось несчастье. На повороте слетел мой бусик в Кювет. К счастью, все завершилось хорошо. Я остался жив. Бус постраждал. Его нельзя уже было использовать. И мы вынуждены были его, условно, продать. Там за 300 долларов, учитывая то, что нам дали в кредит этот бус. То, собственно говоря, так и закончился бизнес, который мог бы перерасти, по моим меркам, сегодня в какую-то такую серьезную продуктовую сеть. На этом повороте поменялась радикально моя история. И я открыл новую страничку. Начал заниматься торговым оборудованием. Да, мы наняли с братом подвал. Начали в этом подвале резать стекло, зеркало и делать такие стеклянные кубы, которые на то время были самым современным торговым оборудованием. Мне тогда было 22 года. А каким образом можно перейти от порезки зеркал к предприятию, в котором сейчас сколько человек работает? В группе, в нашем холдинге работает свыше 3000 человек. Здесь, где мы находимся, на этой площадке, у нас работает чуть больше 2000 человек. Круто. Оборот по прошлому году какой? Около 130 миллионов долларов. 130 миллионов долларов. Круто порезали зеркало. Ну, вот так как-то получилось. Какой план через 5 лет? Ну, если я скажу на камеру, может кто-то посмеется. Но у нас цель быть компанией номер один. С капитализацией миллиард и оборот там около 600-700 миллионов евро. В 80% продукции вы продаете вот в эти 60 примерно 5 стран мира. Как вы построили иностранные продажи и что ты бы советовал компаниям, таким как моя или таким как, не знаю, какое-то небольшое производство, не знаю, меда или столов, которые хотят покорить мир? Отлично. Первое, задать себе вопрос, зачем это тебе нужно. Если у тебя есть четкая цель, ты начинаешь уже понимать там, что, блин, а мой продукт отвечает требованиям рынка, а он действительно крутой? А почему меня это будут покупать? А что мне нужно сделать, чтобы покупали? Естественно, это процессы, которые они, ну, не одного дня. Мы немножко там, когда были там лет 7 назад, 8, когда мы выходили на рынок, то это так немножко там в лобовую атаку, ура, побежали там, наняли кого-то там человека, там, в зарубежном офисе, там, дали денег, сказали, давай развивай продажи, блин, проходит год, убытки, убытки, что такое? Вот продукт не тот там, типа, какой тебе продукт нужен? Вот такой типа там, снова год прошел, ничего нет. Вот у нас маркетинг плохой, что тебе нужно? Сайт на немецком языке. И мы понимаем, что нужно было перед тем, как нанять человека, сначала посмотреть, какой продукт, какие маркетинговые коммуникации, какие должны компетенции у людей, которые мы нанимаем, кто наши клиенты. И тогда уже там, то есть, сходить в разведку, потратить денег немножко, может не спеша, хорошо подготовиться и пойти в атаку. Возможно, не в лобовую, я не советую идти в лобовую атаку, там, соревноваться с большими, там, холдингами или, там, компаниями. Можно идти в партизанскую войну, с этого нужно, собственно, и начинать. Если у вас средств немного, там, объявите войну какому-то монстру и потом сдаться в плен, этого я не советую. Но то, что можно выходить на рынок и зарабатывать, это факт. Сейчас мы находимся в цех, где производится полностью вся аксессория для наших клиентов, которые изготавливаются из проволоки. Весь процесс соответствует линфилософии, то есть, это философия, которая построена по принципу поток создания ценностей. Мы же на самом деле существуем как компания только благодаря тому, что мы что-то делаем цены для наших клиентов. Лист металла, либо проволоки превращается просто листа металла в какую-то деталь. То есть, порезали, за это клиент платит. Погнули, платит. Покрасили, платит. Но он не будет платить тебе за склады, сколько бы ты туда ни положил, клиент за это тебе не готов платить. Он не готов платить тебе за то, что ты будешь возить взад-вперед по заводу. Он не будет платить тебе за то, что ты сделал брак, а потом его исправлял. То есть, есть вещи, за которые клиент не платит. И вот система ЛИН или философия Тойота, она как раз направлена на то, чтобы забрать вот эти лишние вещи, либо сократить вот эти затраты, за которые клиент нам не готов платить. И при этом мы поднимаем свою эффективность, другими словами, больше зарабатываем. Для тех, кто привык видеть советские или такие заводы, где стройными рядами стоят технологии. С одной стороны там красиво, там вот станки стоят. Я их расчарую, у нас стройных нет таких рядов, они были раньше, но мы их перестроили и работаем в производственных ячейках. Суть ячейки заключается в том, что мы организовываем так производство, чтобы не было места для потерь. То есть мы можем производить по самому краткому маршрутку двигается деталь и за каждой операцией последуют следующие операции. Поэтому это называется производство в ячейках, что существенно сокращает наши потери. Ну а сэкономленные деньги, это заработанные деньги. А вот это канбан. Расскажи, пожалуйста, что это? Что такое? Это элемент производственной системы Тойота. Канбан, он заключается в том, что раньше для того, чтобы что-то смонтировать, в начале смены работник должен был пойти на склад, получить по накладной соответствующие комплектующие. Сколько-то металла, столько-то ДСП, столько-то пластика, столько-то шурупов. И это занимало время. И мы начали использовать канбан, который упростил, сказал, ребята, не нужно никуда ходить, все самое необходимое лежит здесь. И, как правило, есть две коробочки, они одинаковые. Если одна заканчивается, она становится пустой и она перемещается автоматически на склад. Люди за этим следят. В это время пользуются другой коробочкой, которая наполнена тем же элементами. А пока пользуются, появляется вторая. И таким образом люди не тратят время на поиск нужных элементов. Самый челлендж – это лин в офисе. Потому что если на производстве есть такое понятие визуальное производство, то есть ты видишь, вот здесь материал, вот здесь какие-то процессы, вот здесь выходит готовая продукция, то в офисе, где начало, как это в мозгах, в компьютерах, вот этот процесс выглядит, и что на выходе ты можешь там увидеть, но вот эту всю часть ты не можешь понять. Блин, это все скрыто. И вот здесь челлендж – это все вывернуть, это все визуализировать, стандартизировать, сделать анализ, потом как перевести. Вот мы начали там лет, когда вот параллельно с производством, в офисе там первая волна. Внедряем лин в офисе. Представь себе, если простой рабочий, вот эта философия на производстве дала возможность на 30% повысить эффективность, представь, что если это в офисе на 30%, те люди, которые создают продукт, продают, на 30% можно было за полгода увеличить. Какой там фантастический прожив. Если вы что-то делаете в своем бизнесе в офисе, визуализируйте свой процесс. Это как на производстве визуализировать поток. Что, зачем? То есть это все бизнес-процесс, просто опишите в блок-схемах. Просто собраться в митинг-руме, взять вам мастер. Взять. И как у нас, допустим, прием заказа, как он обрабатывается, что там, какие там схемы, есть ли то, 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 то. Это практически хорошо знают айтишники, которые делают автоматизацию процессов, да. А дальше идет процесс, когда уже визуализировали процесс, хотя бы там, это первый этап, типа, анализ. Ты уже дальше начинаешь данные, там, сколько времени это занимает, сколько это. Это генерирует, это за это клиент заплатит или это потеря. Например, там, документы ожидают approval, типа, кто-то должен там почитать, подтвердить. И вот, например, мы там, клиент ждет коммерческое предложение, а мы говорим, скорость побеждает силу, нужно быстро это сделать. Product manager отработал, что-то сделал, но оно должно, попало, например, там, финансовому директору, он должен там, типа, сделать там визу, что все. А он на это время занят, а он день занят, два занят, и ты можешь что-то потерять. И когда ты смотришь, что вот это подтвердить или проверить занимает больше времени, чем главный процесс, то это потери. И ты уже начинаешь, ребята, а что нужно сделать, нужно ли финансовому директору подтвердить, может это сделать другой, там, клерк, может какие-то схемы. И таким образом, когда ты уже начинаешь, визуализовал поток, проанализировал, сказал, вот здесь ключевые моменты, где генерируется ценность для клиента, на этом фокусируем. Все, все остальное лишнее, ты думаешь, как это убрать. Мы сейчас перемещаемся, хочу похвастаться. Мы находимся сейчас на территории лаборатории, которая занимается тестированием холодильного оборудования, которое мы выводим на рынок. Это климатическая камера. Уникальность этой камеры в том, что мы должны создать условия, которые в подобных камерах создаются в других лабораториях мира. Есть стандарт международный. Мы используем специальные такие вещи, которые имитируют реально продукт. В данном случае это мясо. И температура меряется. Может, дилетанты думают, что можно градусник посмотреть. Здесь будет написано где-то там на бирке, на табло какая температура. На самом деле нужно померить температуру внутри продукта. Собственно говоря, здесь есть там на один холодильник порядка 100 датчиков, может даже больше, которые мы должны померить и убедиться, что оно отвечает стандарту. И эти шнуры датчиками идут в эту стенку. Да, потом они идут в компьютер, специальный софт. И куча разных параметров. Специальные программы анализируются, выдаются графики. Кроме того, что мы снимаем температуру, мы, как правило, испытываем и по нагрузкам, и электробезопасности, и на факт коррозии. И очень много таких вещей, которые наш потребитель, который приходит в магазин, будем говорить, конечный потребитель, который пользуется, даже не догадывается. Как так случилось и в какой момент ваше производство перестало быть кустарным? И были ли какие-то вещи, которым люди, которые мечтают о своем свечном заводике, могут у тебя научиться? Какие ошибки нельзя делать изначально, если компания хочет стартовать любое производство? Ребята, если вы что-то собираетесь делать, серьезное, не стесняйтесь делать даже в гараже, на коленке. Просто делайте. И не опускайте рук. Если вы верите в свое выбранное направление, если вы уверены, что у вас получится, у вас обязательно получится. Самое главное, что мы для себя поняли, что если ты зарабатываешь деньги, то минимум 70% реинвестирует в то направление, которое генерирует прибыль. Поэтому изначально все, что мы зарабатывали, мы реинвестировали в развитие. У нас был соблазн купить бэушное оборудование, и мы через это прошли. Мы купили, когда мы с подвала вышли, уже какие-то другие арендованные цеха и расширили ассортимент. Мы купили бэушное оборудование, какой-то польский предприниматель, там фабричка закрывалась мебельной. Мы купили там за хорошие, условно, немного денег, кучу станков. И мы посмотрели, вау, такой там железяк, это клеит, это режет. И потом оказалось, что из этого всего оборудования мы только смогли использовать процентов 10 по назначению. Все остальное было горы железа, которые можно было использовать, но оно не было приспособлено. Это был хороший урок. Инвестируйте в хорошее оборудование, в качественное оборудование. И это уже второй этап был, когда в 2000 году у нас уже появилось больше денег, мы немножко заработали. Тогда стал вопрос, что покупать. И мы приняли решение покупать самые лучшие и современные технологии. Немного, мало. Все, что у нас было, вывернули все карманы, пошли еще в банк, заложили все имущество и взяли деньги под новое оборудование. И мы не прогадали. Многие оборудования, которые мы купили, некоторые технологии работают до сегодняшнего дня. Практически с 2001 года они работают как часы. Это гальванические линии, которые покрывают либо блестящим цинком, либо хромоникелем наши изделия, которые потом долго служат нашим клиентам. 14 принципов Тойоты. Это чисто философские вещи. Ну, например, первый принцип – это принимая решения, исходя из далеко идущих планов, даже в ущерб текущим интересам. Ужасная, сложная книжка. Я буду в эспреско сейчас. Таити Оно, производственная система Тойота, читайте Джеффри Лайкер «Тойота Вэй» или «14 принципы Тойоты». Друзья, в рубрике «Книжный червь – сенсация». Я впервые рекомендую книгу, которую я, позор мне, не читал. Или которую я только начал читать. Это книга «Философия Тойоты». Потому что весь выпуск посвящен этому. Я купил ее на следующий день после визита в Луцк утром. И стараюсь посвящать ей максимум времени. Потому что это книга, в которой очень глубоко описаны 14 принципов философии Тойоты. Могу сказать так, что я прочел на сию секунду, ну, может быть, страниц 40. И уже обсуждаю с топ-менеджерами те вещи, которые мы обязаны изменить в компании «Федрик». Не теряйте время. Вне зависимости от того, что вы строите. Промышленное производство или креативную студию. Философия Тойота, друзья, как же это круто. Первое новое слово, новое понятие, которое я ввел в наш менеджмент – это японское слово «муда». Знаете, что такое муда? Потери. Потери. Потому что если что-то не является ценностью, если за что-то не готов заплатить клиент в определенный момент времени определенную сумму денег, то это муда. И создают ее тоже муда. И это обычное мудрое японское слово. Читайте эту книгу. А если у вас возник какой-то интимный вопрос для рубрики «Интимный разговор», и мы сочтем его лучшим, то мы подарим эту книгу от издательства «Наш формат» вам в ближайшее время. Однажды к нам в компанию приехал консультант, который профессионально много лет консультировал такие холдинги, как «Ауди». Именно по бережливому производству. Это друзья посоветовали, привезли его к нам, конечно, в надежде продать нам консалтинг. И когда я ему гордо показывал свое предприятие, уже на то время, это был 2013 год, у нас было то же оборудование, те же материалы, условно, те же продукты. Сейчас, кстати, идет перестановка оборудования. Полностью меняем лаяут уже по новой философии. У нас так раз в год какие-то идут масштабные изменения. Мы не останавливаемся. Так вот, возвращаясь этому консультанту, он посмотрел завод, и я думаю, что же ты мне скажешь такого? У меня все круто, крутое оборудование, у меня все круто, у меня чисто все. А он говорит мне и моим коллегам, которые я собрал, он говорит, ребята, у вас все плохо, у вас нет будущего, потому что у вас модель 70-х годов или 80-х. Если вы не изменитесь, то вам все, хана. И я понял, блин, нужно меняться. Я его спрашиваю, чувак, помоги мне, что нужно делать? Он говорит, я вам научу, я приеду. Я понимаю, ну все, пришло звездное время, он начинает торговаться, я начинаю торговаться. Говорю, сколько это стоит? Он говорит, ну это недорого, это 15 тысяч. Я говорю, что, гривен? Нет, он говорит, евро. Я говорю, что, в месяц? Нет, в неделю. Для меня это было много, в конце концов. Я подумал, ну да, давай поторгуешь. Я говорю, давай, а можно дешевле? Он говорит, ну можно дешевле, вот, за 10. Но 10% от экономического эффекта. Я говорю, а что, эффект будет? Он говорит, да, конечно. Ну, хорошо, я подумаю. Я думаю, что ж он такого знает, что я не знаю. Беру эту книжку и читаю ее от Ады Я. Там прошло, это, условно, 2 дня, я ее отшерстил, и у меня такой крутой инсайт. Вау, точно, да нет, нет, справа, нам нужно меняться. И я своим коллегам звоню. Так, говорят, чуваки, берете книжку, Таитиона, производственная система от Тойота, читаете от Ады Я, приеду, проверю. Звоню своему директору с качеством, говорю, сделай тест на компьютере, будем проверять. Какой был сюрприз, что я не пошутил. Короче, все сдавали от меня экзамен. Это для того, чтобы мы разговаривали на одном языке. А потом начались вот эта такая бешеная гонка. Изменения сумасшедшие. Немцу вы заплатили? Ну, нет, конечно. Но мы его хорошо угостили, мы оплатили дорогу. Я думал, он остался доволен. Идем. Расскажи, что это такое? Ну, один из элементов той же системы Modern Lean Production, это система идей. В чем заключается сила той же Тойоты? Они смогли мобилизовать интеллект практически всех сотрудников компании. И мы пошли по тому же пути. Поэтому система идей, это система, которая позволяет любому сотруднику сделать вклад в развитие компании и в повышение эффективности. Мы мотивируем на то, чтобы люди, будучи на своем рабочем месте, были внимательны и предлагали, что он может изменить у себя на процессе, либо в целом в компании. И если у тебя есть 2000 сотрудников, и если один сотрудник в день придумает идею на 100 рублей умножить на 2000, какой у нас экономический эффект? А 360 дней в году, вот вам откуда деньги. Когда вы собираетесь в комнате, вы просто рисуете на стене, на бумажке, склеите штучки? Ты веришь вот в эту вот историю, я просто уточню, которая в дизайн мышления по поводу того, что должно быть вот картон, бумага, ножницы, фломастеры? Или можно просто сесть и аккуратно писать что-то на экране? Вот если там кто будет читать или читал вот систему про Toyota, вот как раз они делали упор, что ребята, вот эти изменения, которые происходят в компании, они как раз генерируются не благодаря какому-то очень умному программному обеспечению. Как правило, это люди вот щупают руками там. Когда мы говорим о каких-то таких воркшопах, где нужно там сгенерировать, обязательно стикеры, обязательно нужно рисовать, обязательно должно быть пространство, где мы можем тут креативить. И даже вот если мы сейчас находимся в помещении, где наши ребята создают концепты, обязательно нужно сделать живой макет, выклеить его из там пластика, чтобы прочувствовать, увидеть в масштабе. Обязательно это нужно. Вот по дизайн-мышлению я считаю абсолютно правильно. Так, команда, оператор. Можешь рассказать, как мы работали с ценностями? Мы осознали, что ценности нужно идентифицировать, нужно разобраться, что нас объединяет, в первую очередь, что у нас здесь внутри и что является вот этим, скажем, мерилом. Мы будем работать с этими ребятами вместе или нет? Это ценности. Операционно досконализ, либо бережливое совершенство на базе бережливого производства. Это важно для каждой компании. Инновации важно, развитие важно, сервис важно, партнерство. Будем говорить, это такие общие ценности, которые важны для восприятия нас нашими партнерами. А если говорим о ценностях, которые объединяет нашу команду, то их есть 6. Это честность, это ответственность, это взаимное уважение, это открытость, это позитивное мышление и доверие. Окей, ну вот смотри, я задам, я задам такой вопрос. Просто если мы говорим про ценности, которые ты перечислил, честность, ответственность, порядочность, открытость, взаимное уважение и так далее, это такой вопрос часто хорошего воспитания, внутренних каких-то прошивок глубоких человека на уровне личности. И, к сожалению, с точки зрения, ну я буду использовать такое слово, как банальность или штамповость, это именно те ценности, которые ты видишь почти в каждой компании. Что ты сделал или делаешь для того, чтобы это не было простой декларацией, да? Один достаточно опытный человек, который много сделал для компании, но он не мог себя сдерживать, общаясь с людьми, не переносить им суперэмоционально и с элементами такого неуважения, сквернословить, например. Матом он крыл. Да, матом он крыл так. Ну, получилось так, что мы пришли к тому, что не может быть декларировать одно, а в жизни быть другого. Мы расстались с этим человеком, хорошо расстались, мы ему поблагодарили, но мы поняли, что дальше нам не по пути. Это один из эпизодов. Как можно еще транслировать? Ну, на самом деле, у нас есть две вещи, за которые увольняют независимо от ранга. Это попытка воровства или воровство и алкоголь. Алкоголь – это потому, что мы ответственны не только за себя, за других людей, поэтому кто-то приходит или на предприятие может себе позволить алкоголь, это значит, что наряжает кого-то на небезопасность, то есть может быть трагический случай. Мы увольняем, и вот так система работает, как вот селекция постоянная. Для меня самый главный вывод – это люди. Если ты бы, чего бы ты ни занимался, ты идешь в Европу, строишь дистрибьюцию, строишь суперзавод, если ты смог найти правильных людей, поставить их на правильные места, правильно замотивировать, то это уже половина успеха. То, что сейчас реальные прорывы пошли, это только там, где мы не только там правильную стратегию. Правильных нашли людей, правильных людей, которые отвечают твоим ценностям. Людей, которые не жирные, сытые, пришли просто на хорошее место, где хорошо платят. А которые голодные, которые хотят еще чего-то достичь, которые есть какие-то амбиции, они хотят получить кайф от того, что они, блин, сделали то, что до них другие не сделали. И вот это, вот это круто, вот это работает. На основании твоего опыта, как выбирать партнера? Если вы можете делать сами без партнера, делайте. Но если вы видите, что партнер поможет достичь цели вам гораздо быстрее, приглашайте партнера. В первую очередь мы выбираем тех людей, которые разделяют твои ценности. Ответственный, человек честный, человек, который ищет для него вин-вин, это не пустой звук. Это реально, когда ты делаешь, вкладываешься, чтобы не только тебе было хорошо, а твоему партнеру. И вот в процессе, когда вы встречаете людей, которые тоже имеют жилку предпринимателя, потому что если у вас есть партнер, который просто дает деньги и ждет, когда ты для него заработаешь, будьте уверены, что наступит момент, когда вы поймете, что зачем тебе такой партнер. Но когда у тебя есть возможность работать с человеком, который рискует деньгами, который сам участвует в бизнесе, который тоже не спит по ночам, в это время, когда ты не спишь на заводе по ночам, он не спит по ночам, думает, как это сделать, продажу в Европу, в какие-то новые страны, то с таким партнером нужно работать и ценить эти отношения. Если ты выполняешь свои обязательства, то к тебе будет возвращаться клиент. Если ты думаешь не только о том, как быстро заработать денег и куда-то свалить, а строишь бизнес на будущее, то у тебя есть будущее. Когда до 2013 года мы росли бурно, и нам нужно были площадя, нам нужно было новое оборудование куда ставить, и места не хватало. И у нас появился проект добавить 10 тысяч квадратных метров, соединить вот эти здания, которые стоят вот там порознь, под одну крышу. И мы уже начали строить. Но когда мы начали внедрять производственную систему Тойота, то мы в течение полугода сделали такой рывок. У нас увеличилась эффективность на 30%. И мы сократили площадь на 25%. Представьте себе завод, где там 45 тысяч мы использовали, 20% площади. То есть это около 10 тысяч мы получили свободной площади. И мы ее сдали в аренду немцам. Кромбергеншуберт, который делает кабельные сети к Мерседесу и БМВ, у нас вот там находятся. И делают крутые вещи, которые продаются по всему миру. До внедрения Тойоты нам приходилось... Ну, мы прочитали, суть понимаем. Там только автомобили делают, а мы торговое оборудование. Как это прилепить? Ну, мы приходим и начинаем смотреть с моим директором по производству, что же у нас происходит там. Типа смотрим, чувак, ну, наш сотрудник, короче, палета с какими-то деталями пошел с одного конца в другой конец завода. Мы так за ним. Куда же он идет? Оказывается, в одном месте у нас порезали, в другом месте поварили, в третьем месте зачистили, в четвертом месте покрасили. Когда мы начали считать, что некоторые детали у нас в течение суток проходят по заводу дистанцию несколько километров, сказали, слушайте, мы что, не понимаем? Давай все вещи соединим вместе. И мы поставили все сварочные аппараты на колеса. И мы там, вот здесь нужно резать, варить, значит, сюда аппарат, здесь и чистим. И это все началось меняться с маленького. А потом, когда уже мы поняли, что этого недостаточно, нужно целые линии двигать. И мы сейчас двигаем. Линию, которая там стоит полтора миллиона долларов, сам перенос будет 200 тысяч долларов. Но мы идем на это, потому что это работает. Это цех, который производит кассовые боксы. Видишь, там на стене разные модельки. Продано просто десятки тысяч, может, уже сотни тысяч. И мы благодаря этому... Сотни тысяч кассов? Сотни тысяч касс, да. У нас есть огромный рынок СНД. Сотни тысяч касс? Да, да. И представь себе, что мы в прошлом году произвели 25 тысяч касс, может, 27. То есть, наверное, мы в Европе самая большая компания. А может, одна из самых больших компаний, которые производят кассовые боксы. Когда-то мне подарили, ну, там, лет 10 назад, друзья, книгу называлась... Эта книга называлась Toys for Boys. Ну, там, катера, самолеты, какие-то супербайки, супермашины. А я говорю, а у меня вот Toys for Boys. Вот разные лазеры, вот эти линии, вот это игрушки. Представьте, да? Крутая штука. Пресс 500 тонн, один удар, два таких большущих кронштейна за секунду. Это машина, которая режет лазерным лучом трубу. Вы просили рассказывать вам о том, что меня вдохновляет, не только о книгах. Я хотел сказать, что один из таких примеров это волшебный журнал Monocle, которого редакция изначально находилась в Лондоне, потом переехала в Цюрих, но у них есть бюро в Токио и в целом по всему миру. Почему я люблю Monocle? Потому что они дают очень мудрые, интересные рекомендации о современном урбанизме, глобализме. Главное, что я для себя вынес из последнего номера, который двойной, декабрь, январь 2018-2019, в принципе, находится на 78-й странице. Тут написано такое. Любляна старается установить самую эффективную систему каршеринговых автомобилей. Поэтому вам нужно прямо сейчас подписаться на Федери Влог, иначе предприниматели из Словении будут вас презирать. Спасибо большое. Твой личный вижен, вижен компании, каким будет магазин через 10 лет? Что должны утистывать бизнесы сегодня, для того, чтобы не оказаться просто за бортом? Во-первых, наверное, будем говорить, что многие факторы накладывают отпечаток на ритейл. И то, что у нас нация стареет, и то, что у нас глобальными темпами идет урбанизация, и то, что меняется там структура семьи, то есть меньше детей, и то, что занятость растет. Ясно, что это будет в будущем война за спейс в городе, чтобы удобно было там не стоять в пробках, все, будут магазины превращаться не в просто магазин, это будет превращаться в более мультифункциональный спейс, где люди смогут там покупать, отдыхать, учиться, развлекаться. Это такой будет микс, такой, будем говорить, Голливуд маленький, но очень функциональный. Многие сейчас говорят о диджитализации, что вот, там будет прорыв, там VR, все. Да, онлайн сегодня он растет глобальными темпами и опережает существенно оффлайн. Многие оффлайнеры закрывают свои магазины, и в первую очередь не из-за онлайна, из-за того, что меняется именно структура. Если там посмотреть в Америке, сколько закрылось магазин, но в первую очередь закрылись в сельских местностях магазинчики, которые перестали приносить прибыль, то есть меняется структура. Да, сегодня есть общий тренд, когда рабочая сила, то есть люди, там, работники дорожают, а их квалификация падает. Вот здесь будет диджитализация играть огромную роль, и она в первую очередь заменит, там, скажем, принятие сложных решений на базе там Big Data, искусственный интеллект. Это то, что, это вообще завтрашний день, уже сегодняшний, многие уже компании показывают, кто видел Amazon Go, новый там подход, когда вообще там ты пришел, взял товар и ушел. Вот это будет, это завтрашний день. Три-четыре года, и вот уже будет практиковаться, когда кассы исчезнут, как такие, будет просто очень удобно приходить. А мы, если там посмотреть, там лет вперед фантазируем, что это будет такой мультиспейс, где будет, ну, говорю, такой микс, там, ресторана, Голливуда, будет коворкинга, крутого кафе, ресторана, ночного клуба. Блин, это такой будет поп-пап-магазин, который будет менять свою, как хамелеон, специфику. Утром это space, где люди перед работой заходят на чашку крутого кофе, они общаются, они что-то там берут с собой, take away на работу, вот, в обед они приходят здесь покушать, а между этим проходят какие-то классные ивенты, куда люди приходят чему-то обучиться, там, получить какой-то новый опыт, общаться, и вот это будет вот так замыкаться. И то, что будут какие-то дроны, то, что будут какие-то роботы, которые будут развозить эти посылки, будут роботы отбирать, вот это такой, типа, Black Store, где там умные машинки будут делать работу за людей. А люди будут делать то, что они смогут делать машины, даже в тех же магазинах. Они будут думать, как сделать вот этот эффект, вау, там, раз в неделю, когда люди будут просто там записываться в магазин, там, чтобы не было очереди, чтобы попасть обратно. И мы над такими концептами сейчас работаем. Круто. Вот вы, с точки зрения искусственного интеллекта, как готовитесь? Ну, я, наверное, не открою там тайну, это все говорят, что, в принципе, если в прошлом столетии нефть, это была, там, кто владел нефтью, тот владел деньгами, это были крутые, богатые компании, кто добывал нефть, то сегодня информация это нефть нового тысячелетия. И я думаю, что те, кто сегодня вот в диджитализации, там, интернет-овсинкс, начнем собирать данные, это нефть. Если раньше получали, там, бензин, солярку, то сейчас будут получать какие-то планирования, очень точные, вот по философии Линн, что они будут производить именно то, что продастся, и продукты не будут портиться. Будет на полке стоять ровно столько, сколько нужно, а не там на всякий случай, а вдруг там придут покупатели, и таким образом появится больше места в магазине. Будут, наверное, компании экономить на том, что они будут выпускать продукты, которые люди, извините, не любят, и они не нужны никому. И это, это они решение примут имидиатли, а не через месяц, не через два, не через три. Поэтому качество принятых решений будет напрямую влиять на качество бизнеса. Здесь продукция попадает в склад. Кстати, скажу, как раз то, что работает в философии Линн. В течение двух суток с разных, разных участков съезжается вот это комплексное решение. С некоторых, прямо в режиме реального времени, то, что мы видели, готовая коробка прижать. И оно уже становится в свою ячейку. Ячейка – это форма трака. Можешь показать, пожалуйста? Я помню это из прошлого визита, но сейчас не очень понятно. Вот есть ячейки. Смотри. Вот ячейка, да? Забери трошки дальше картон. И вот эта ячейка уже конкретный груз, который должен отправиться. Плюс-минус это габарит трака. Мы уже при формировании отгрузки мы сразу видим, влазит он, говорит, не влазит, что можно допаковать. И он уже готовый. Приходит, если приходит машина, она уже всегда чик-чик, 15 минут и машина уехала. А вот уже грузовик стоит, да? Это фура, правильно понимаешь? Да, это фура. Секундочку. Ну что, идем посмотрим, что в результате получается таких диких танцев с разными материалами, технологиями. Ну, например, вот эта вещь для ритейлера номер 4 в мире. Это кассовый бокс. немецкий рынок. его особенность, чем он хорош? Он очень функциональный, здесь я не буду вдаваться в подробности, будет возможность обслужить очень быстро клиента, при этом, ну, скажем, продавец, который будет на кассе сидеть, кассир, в течение дня будет меньше уставать. Это уже такой концепт, который еще рано что-то кому-то предлагать, но очень интересный. Сейчас есть проблема, я считаю, очень важная, это расчетно-кассовый узел, где, собственно говоря, ты по магазину походил, ты купил, ты собрал, все, молодец, хорош, ты приходишь, бац, и очередь на кассе. Ты, блин, стоишь, ты нервничаешь, то сейчас все ищут, как сделать, чтобы в этой очереди не было. Один из простых решений, это когда клиент приходит на эту кассу, выкладывает товар, эта лента очень быстро едет, и фактически без кассира идет сканирование с помощью технического зрения, в этом месте камерка, специальное освещение, и система, нейронная система, которую мы разработали и сейчас ее развиваем, она считывает, не, распознает товар не с помощью штрих-кода, а с помощью запоминания изображения. Таким образом, очень можно быстро, там буквально очень быстро, ты просто ложишь, оно тык-тык-тык-тык-тык, поехало, и ты уже, когда переходишь в зону расчета, оно уже как бы, после этого ты можешь просто приложить мобильное устройство там к терминалу и либо карточку, забрать товар и уйти, то есть, таким образом сокращается время обслуживания. Ну, такие вещи, скажем, не новые на рынке, их там некоторые наши коллеги с Европы давно тестируют, но они космос денег стоят, там один такой туннельный кассовый бокс, он должен стоить там 40 тысяч евро, например, то наша задача, чтобы он стоил, например, там какие-то 4 тысячи евро, и это вот, это будет инновация, это будет революция. А сколько стоит средний? С транспортером самый простой кассовый бокс, там небольшой, там он может стоить от 300 долларов до такого комбайна, например, который может стоить там 5 тысяч евро. Мы считаем, что сегодня уже время, когда, ну, типа, производители, оно далеко уже прошло, и то, что когда кто-то там построил завод и к нему очередь стояла, и он только там думал, как это произвести, все, это уже там 5 лет назад как закончилось, и сегодня, если люди не будут переходить, это уже не будет потребностью там создавать новые продукты с новыми, уникальными свойствами, там какие-то генерировать смыслы, идеи, они просто вымрут как мамонты. Меня зовут Петр Пилипюк, и я папа бренда Modern Expo. Создавай что угодно, что угодно, но создавай. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова